Добрый вечер всем, добрый вечер моим зрителям, моим подписчикам. Не знаю, почему-то у меня экран неяркий, какого-то молочного цвета, и протёрла уже ватной палочкой камеру, и всё равно, и всё равно экран такой нерезкий. Сейчас у нас время без 27, сегодня у нас воскресенье. Я вам целый день ничего не снимала, ну, потому что как-то я... Как-то вот я переживала за своего брата старшего. Короче говоря, сейчас вам расскажу просто историю одну, да? И пойду в магазин, надо купить лука, отвариваю лёгкое, хочу сделать блины, отвезти ему блинов. Ну, коль он мне дал уже деньги на посещение, надо же человека посещать, правильно, девочки? Надо испечь блины, поджарить рыбки там, что-то купить. Человек дал денег. Так, короче говоря, рассказываю. Сегодня утром звоню ему я. Я говорю, доброе утро, ну как ты? Сейчас пойдём на завтрак. Ты знаешь, мне сегодня так плохо, мне даже хуже, чем вчера. Я говорю, Витя, он говорит, я задыхаюсь вообще. Ну, и видно по разговору, что, ну, не такой разговор, не домашний, никак дома. Я говорю, Витя, подойди на пост медсестры и скажи, что тебе плохо, дежурный врач есть один на всю больницу. Я говорю, ну, может и не один, может два. И я говорю, к тебе подойдут, и что-нибудь тебе, я говорю, ну, посмотрят тебя. Он говорит, хорошо, доброе, спасибо. И он меня так обнадёжил, и я думаю, что, ну вот я ему подсказала, что есть дежурный врач в воскресенье, что дежурный врач, как и лечащий врач, точно так отнесётся к тебе, вот. Это я звонила, они шли на завтрак. Позвонила часов, наверное, перед обедом, пол первого. Он говорит, у нас сейчас обед. Я говорю, ну как ты? Он говорит, а так, целый день под маской. Я говорю, врач был, он говорит, не было. И тут я как-то думаю, не может быть, если он утром сказал, что ему плохо, врач должен прийти в течение получаса, часа, пусть даже в течение часа. А то он сказал, что медсестра сказала, врач освободится и подойдёт. Ладно. Раз он сказал, обед, сейчас, ладно, пошёл он на обед. Я уже так на часы смотрю, думаю, пошёл на обед, всё. После обеда звоню ему два часа. Я говорю, ну, врач был, он, не-а. Я говорю, ну, ладно, долго с тобой не буду разговаривать, потому что это очень дорого. Потом дождалась шести часов, звоню ему. Я говорю, ну что, поужинали он? Да, поужинали. Я говорю, ну, врач же был, он говорит, не было. И тут я всколыхнулась. Как это так? Человек пожаловался утром, что ему плохо. И врача не было до восемнадцати ноль-ноль. Ну, ладно, я говорю, да-ка, что ты ещё раз не подойдёшь на пост и не скажешь, что тебе плохо. Он, ай, я потерплю. Я вот лежу под маской целый день. Это я вспоминаю, как оно было. Ну, ладно, лежишь под маской. Я говорю, ты же смотри, если ночью будет плохо, я говорю, подойди на пост. Ночью врач есть тоже. И врач прибежит к тебе. Он говорит, да, хорошо, я понял. Ну, и тут положили трубки. И я думаю, как это так? Я лежала в больнице, и не один раз. Если человеку плохо, он идёт на пост на эти стри, говорит, что плохо. Тут же приходит врач в течение двадцати минут. Даже и двадцати минут не проходит. Я набираю справочное, сто девять. И говорю, девушка, Добружская, пять. Дайте мне, пожалуйста, пульмонологию. Она спрашивает, вам какую? Первую или вторую? А я хрен его знает, какая у нас пульмонология. Палата начальных цифр, палата четыре. Я говорю, ну, наверное, первый раз палата четыре. Она говорит, записывайте номер. Продиктовали мне номер. Я думаю, ага, а вдруг он лежит во второй пульмонологии. Я опять набираю сто девять. Я говорю, дайте мне на Добружской пять пульмонологию второе отделение. Мне продиктовали. Я звоню в первое отделение, никто трубки не берёт. Но я так думаю, что мне дали ординаторскую. Так оно и есть. Ординаторская разрывается, телефон, никто не берёт трубку. Я звоню в второе отделение. Разрывается, никто не берёт трубку. Блин, что мне делать? Я звоню опять сто девять. Я говорю, девочки, дайте, пожалуйста, номер проходной. Она говорит, а такого нету. Я говорю, ну, там же, в ту больнице, я говорю, там кабиночка, охранник и вертушка. Она говорит, нету такого. Я могу дать приёмное отделение и справочную. Я говорю, о, дайте мне приёмное отделение. Она мне продиктовала номер приёмного отделения. Кстати, я здесь в интернете лазила, я ничего не нашла, никаких телефонов. Ладно. Она мне дала номер телефона приёмного отделения. Я звоню приёмное отделение и говорю, извините, пожалуйста, мне вот, я говорю, первого и второго отделения, я говорю, дали номер телефона, но, наверное, ординаторская. А мне бы нужен, я говорю, пост медсестры. Она говорит, хорошо, сейчас я продиктую И она мне продиктовала пост медсестры первого пульмонологического отделения И пост медсестры второго пульмонологического отделения Я набираю первое пульмонологическое отделение Тут же с первого гудочка поднимает трубку девушка Я говорю, добрый день, это пост медсестры? Она говорит, да Я говорю, скажите, палата номер 4, это первое отделение или второе? Она говорит, первое у нас Я говорю, вот такой-то, такой-то к вам утром подходил, я говорю, он задыхается, ему плохо. Я говорю, он целый день лежит под маской. Я говорю, вы сказали, что доктор как освободится, придёт. Я говорю, а я вот сейчас позвонила, в 6 часов ещё нету доктора. Она говорит, женщина, я работаю с 8 утра. Ко мне никто не подходил и не говорил, что ему плохо. Вы, говорит, поймите, это пульмонология. Если человек подходит и говорит, что он задыхается, мы же тут же вызываем, как же она сказала, врача, не пульмонолога, а флизиатора какого-то. И тут же вызываем врача, и тут же врач приходит. Он говорит, сегодня целый день в палате не находится, он гуляет по территории. Телевизор орёт в этом самом, телевизор орёт в палате, а его нету. Он, говорит, ходит, шутит со всеми, шутки бросает. Вот, я говорю, как так? Я говорю, с ним же в 9 часов разговаривала, он сказал, ему плохо, он задыхается. Она говорит, ну если вы не верите мне, давайте я позову его, и мы спросим. Я говорю, ой, не надо. Я говорю, ладно, я сама с ним разберусь. Она говорит, нет, вы ему не звоните, вы сейчас начнёте выяснять отношения, и у него будет спазм. И он, говорит, будет задыхаться. Вы, говорит, поймите, мы здесь просто так не сидим. Он, говорит, я, говорит, ставила капельницу соседу, а его не было в палате. Телевизор орёт, а его нету. Я, говорит, таблетки ему приносила, а его нету в палате. Он, говорит, целый день на территории. Я говорю, девушка милая, вы меня извините, я говорю, всё ясно, спасибо вам большое. Она ничего, ничего, всего хорошего. И мы побросали трубки. Вот что вы можете об этом сказать, девочки? Я тут день переживаю, жду, когда он мне позвонит, когда к нему придёт врач, что-то ему даст какую-то таблетку или сделает укол от одышки, что... А он гуляет по территории, смалит сигареты, со всеми шутит, сказала медсестра. Телевизор орёт в палате. Я, говорит, ему, вот я скажу второй раз, я, говорит, ему таблетки приносила, его в палате не было. Я соседу ставила капельницу, его в палате не было. Всё, девочки, у меня нет слов. У меня нет слов. Это равносильно, как с тем прокатом. Он мне дал задание. Ира мне поздно выдала прокат. А он за это время там молодого нашёл. Молодой его простудировал, что есть только один телевизор на Кирова 40. Он мне утром звонит с претензией. Ну так что? Почему ты не перезвонила? Что с телевизорами? Я говорю, да сейчас перезвоню, я говорю, ещё только полдесятого, ещё их нету никого. И когда я всех обзвонила и нашла, что везде только прицепы, только на Кирова 40 есть телевизор, только тогда он мне в машине не сказал. А я знаю, у меня парень нашёл на Кирова 40 этот телевизор и сказал, что он большой. Вы поняли, как он меня использует? Как он меня использует? Он одновременно и мне дал задание, и с парнем там в отделении договорился. Так если ты договорился с парнем, ты позвони утром, скажи, Света, если ты не звонила и не звони в эти прокатные, мне, говорит, уже не надо, я узнал. А то он ко мне с претензиями. Ну вот что мне делать? Что мне теперь сделать? Я не знаю. Я сегодня проговорила всю, все, все свои средства. Это хорошо, что завтра понедельник. У него же МТС, а у меня был ком, у нас разные станции. И пока ты две минуты с ним разговариваешь, снимают очень много денег. В девять я ему позвонила, в час позвонила, после обеда в третьем часу позвонила, и в шесть часов позвонила. И все время спрашиваю, врач был? Нет. Врач был в дежурной? Нет. И я медсестру ругаю, думаю, это ж надо. А потом думаю, ну врач, ну ему же дана была точка, что на этой точке человеку плохо. Думаю, вот это да. Думаю, наверное, врачи стоят у студенты на выходной день и вот так вот прошляпили. Я его тут жалею, а он там ходит, бросает шутки, как сказала медсестра, и не находится в палате. А я ему на завтра блинчики буду делать с легким лучком пережаренным. Я так расстроилась, аж красная вот. Короче, рассказала вам историю, девочки. Вот такая вот история. Сегодня вам ролик не записывала, потому что целый день дома. Ем, мою посуду, помыла свою обувь осеннюю, летнюю, четыре пары так. Что еще? Помыла вентилятор наконец-то, протерла внизу, где шкаф купе от пыли. Но там пыль всегда собирается, потому что тряпки висят. Вот. Я сегодня немножко так посуетилась, но все время мысли о докторе. Думаю, почему же к нему доктор не идет? Ему плохо. Девочки, он просто мне давить на жалость. Да, ему плохо, я согласна. Но зачем мне врать, что ты подходил на пост, и тебе медсестра... Еще он так четко сказал, да, медсестра записала и сказала, я доктору передам. Когда доктор освободится, он к вам придет. И эта же медсестра, она говорит, я заступила в восемь часов. А я с ним разговаривала в половину девятого. Он говорит, сейчас у нас будет завтрак. Даже если, он сказал, ночной медсестре утром, уже бы доктор пришел. Это пульмонология. Они друг другу передают это, понимаете, одышка-задышка. Это не знаю я. И вот что мне теперь думать, и что мне теперь с ним делать? Брехун. Такой брехун, он мне не первый раз брешет. Мы как только с ним познакомились, да, вот, 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 познакомились, встретились в восемь часов вечера. Он мне, ой, у меня вот ноги опухли, это вот от запеклона, наверное. Вот я начинала допытывать с первой встречи, когда, сколько времени опухше. Да вот недельки две уже опухше, вот, вот. Я говорю, при маме было это? Нет, нет, при маме этого не было. Она, оказывается, потом раскусила, у него давно было и опухшие ноги, и давно у него была одышка, и он уже всех своих родственников предупредил, что маму он больше смотреть не сможет. Если бы мама не померла, он сказал, я бы уже ее или родственникам передал, или я, говорит, не знаю. Но я ее больше смотреть не мог. Это же так мне врет, что у него от запеклона опухли ноги. И это всего лишь две недельки. Ой, кошмар какой-то, это какой-то ужас. Я такого человека еще по жизни не встречала. В этом возрасте так брехать, с его заболеванием так брехать. Ну, сказал бы, утром, это самое, я говорю, Витя, есть дежурный врач, он к тебе всегда подойдет, всегда, даже несколько раз в день он к тебе подойдет, если ты пожалуешься. Ну, сказал бы, ай, Свет, отстань ты, не буду я никого звонить, никому говорить, буду я терпеть. Ну, мог бы как-то сказать. А то да, я подошел. Девочка говорит, вы, вы, говорит, поймите, я, говорит, с восьми часов работаю, никто ко мне не подходил, и никто мне не жаловался. А вы, говорит, так волнуетесь. Она мне говорит, ну, хотите, вот подъедьте сюда сейчас сами. Я говорю, ну, да, подъедьте. Я, говорю, с пересадкой ехать. И вот как этот человек будет мне смотреть в глаза. Так, девочки, пошла я в магазин. Вас интересует Владимир Владимирович? Расскажу очень кратко. Вчера мы встретились, я выдержала только 40 минут. Не могу я его выдержать. Значит, так описываю внешность человека. Высокий, метр восемьдесят или даже метр девяносто. Здоровый. Размер куртки, размер на шестьдесят восьмой. Очень здоровый. Пузатый, здоровая пуза. Пришел ко мне в спортивных штанах, таких, как Витька лежит, с лампасами сбоку, три белые полосочки. Туфли одеты, спортивные штаны и куртка без головного убора. Не седой, вообще не седой. Вот, только вот здесь вот седина вот на височках. Мы даже, когда с ним шли, он говорит, вы же смотрите, я вот даже не седею почему-то. Семьдесят четыре года мне, я не седой. Вот. Что хочу сказать еще. Шли, он все о себе разговаривал, все что-то рассказывал. Я спросила, кто он по профессии. Он по профессии строитель. Ездил туда к нерусским в советское время. Жили они с женой малосемейки. Жена работала в детском садике, а потом перешла в старую Нермах к плодовую работать на приемку товара. Короче, девочки, а, ну это я отвлеклась, да? Лицо, надо два моих лица. На лице ни единой морщинки от того, что лицо распирает. Вот здесь вот скулы заплыли так, что узкие глаза, скулы заплыли. Вот здесь вот двойной подбородок, грибы как будто ботоксом накачаны. Как будто все лицо взяли и со шприцем этим ботоксом накачали. То есть вот все такое вот припухшее лицо. Он свеженький, но лицо припухшее. То есть от полноты его прет. Мы с ним и насчет еды разговаривали. Он говорит, я не знаю, я уже в обед выпиваю стакан кефира с кусочком булочки. И говорит, меня прет. А дочка сказала, это возрастное. Ну, в общем, девочке не нравится он мне. Он высокий, здоровый, он как боров. Если его посадить в деревне за трактор, да, дать рулю руки, я сказал бы, это тракторист. Он именно мужик. Он не мужчина городской, а он мужик. Он вот мужик, вот, понимаете, вот мужик. Здоровый такой лицо. Аж вот 74 года седины нет и ни единой морщинки нет. И так лицо прямо вот иголочкой дотронься, вот так вот, оно как шарик лопнет. Я его выдержала 40 минут. Мы прошлись от троллейбусной остановки назад, перешли дорогу и прошли по той стороне до остановки. Долго я ждала троллейбуса, я села на троллейбус и уехала. Что-то я хотела вам сказать. Что-то хотела сказать. А, идём с ним. Вы знаете, что есть такие люди, когда они вот разговаривают, что-то рассказывают. Они как бы приостанавливаются и пытаются тебе рассказать. И вот я с ним иду. Шаги в него очень мелкие. Вот, допустим, Витька идёт, у него шаг в метр. Ой, извините. Витька идёт, бом. Бом, метровые шаги. Этот как балеринка. Тук-тук идёт. Тук-тук пузо несёт. Тук-тук. И вот он идёт, что-то рассказывает. Я с ним рядом иду. И смотрю, он приостанавливается. И всё равно вот... Нет, у него одышки нету. Ну, вот идёт он. Вот мы идём, да? Потом я иду, смотрю. Его вот так вот нету. Я оборачиваюсь. Он стоит. И мне что-то рассказывает. И видит, что я его слушаю. Раз я обернулась, я его слушаю. Он уже делает шаги. И опять со мной идёт. Опять идёт, идёт. Разговаривает, разговаривает. Я вижу. Он уже боковым же зрением видно. Он уже раз. Я два шага сделала. А он приостановился. И он оказался сзади. Я опять так переворачиваюсь. Он мне рассказывает. Опять со мной поравнялся. Я с ним вчера за сорок минут. Я устала. Я с ним идти устала. И я только представила, что если мне с ним идти гулять в парк, да я повешусь. Если ты так яро рассказываешь. А, стихотворение мне какое-то длинное рассказывал. Там про душу, про чувства. И вот идёт, я слушаю. Он рассказывает. А я делаю вид, что мне интересно. Вот так вот смотрю на него. Вот так вот вперёд. Опять посмотрю. Головой помахаю. Вперёд. Гляжу боковым зрением. Опять его нету. А он приостановился. И продолжает рассказывать. Я опять вот так вот переворачиваюсь. Он видит, что я перевернулась. Не перестаёт рассказывать. И туп-туп-туп. Опять со мной поравнялся. Это что такое? И это вы сейчас скажете, он хороший? Сегодня он позвонил один раз. Я трубку не подняла. Я не буду брать. Но когда я к нему ехала, мы договаривались, где встретиться. То я говорю, что эта встреча ничему не обязывает. Мы просто с словами встречаемся, чтобы посмотреть друг на друга. Он говорит, да-да. Я говорю, если одному из нас кто-то что-то не понравится, я говорю, никаких претензий. Мы ничего не должны. Он говорит, да-да. Всё. Всё. Он мне не понравился. Я трубку не поднимаю. Всё. Но сейчас он на гулянке. Он же у зятя день рождения. Так он сейчас на дне рождения. Я трубки не буду поднимать. Я его блокировать не буду. Но и трубки поднимать не буду. Позвонит и на той сраке сядет. Короче, всё. Рассказала вам. Варится лёгкая. Руки не поднимаются. Завтра печь блины. Не знаю. Не поднимаются. А такой у меня был план. Сварю лёгкое. Перекручу с вечера. Заправлю вечером морковочкой. Лучком это лёгкое. А завтра на пеку блинчиков быстренько закручу. Обжарю с двух сторон. И отвезу ему. Ну как на эту брехливую рожу смотреть. И он ещё хочет, чтобы я ему приняла окна, если привезу. Я не буду. Я не буду. Я скажу, что хозяин в больнице. Отложите, пожалуйста, монтаж окон. И всё. Такое мне соврать. Я тут переживаю. Я тут дозвонилась до медсестры. Сколько я телефонов попробовала. Вот. Вот. А он говорит, не жалуется. Он ходит, шутки бросает. Телевизор орёт в палате. Она не сказала, громко работает. Она говорит, орёт телевизор в палате. То есть он как дома, понимаете? Он дома просыпается, включает утром телевизор в 7 утра. И он его не выключает. Только если мы с ним куда-то уходим, он выключает. Он в 7 утра до 12 ночи он телевизор не выключает. Так и в палате. Да надо быть такому говну. Всё. Рассказала вам. Хотела сегодня ролик не делать, но вот это вот пост медсестры и вот это вот случай меня просто сподвиг вам рассказать. Потому что, ну, надо было мне выговориться, надо было мне кому-то рассказать. Сегодня за целый день мне никто не позвонил. Я только Витьке звонила 4 раза. 4 раза. Узнать, как его самочувствие, почему нет доктора. Вот. Мне никто не выходил. И я не выходила из дому. И он мусор. Целый пакет на раковине. Сейчас понесу мусор и пойду схожу в наш магазин. Куплю с горя мороженое. Куплю лук. Я за луком пойду. У меня лука нету. Вот. Вот такие вот дела. Это надо быть такому идиоту. Идиоту надо быть такому, а? Отчитал меня утром за пункт проката. Хотя он уже все знал. Парнишка ему там все рассказал. Отчитал меня утром. Забрал меня на покупку телевизора. Помоги мне отвезти телевизор в больницу. Помогла. Мне не трудно. Но сам факт. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы слушали. Мутный экран что-то. Вот я вам рассказываю о самоотзлости вся красная. Ладно. Надо мне как-то к нему быть более холоднее, девочки. Мне надо вот... Я не знаю, как мне надо с ним себя вести. Но бросать я его не буду. Нет. Мне надо просто как-то с ним себя по-другому вести. Мне надо ничего не делать у него. Для этого есть службы. Варить он сам умеет. Он не хочет просто варить. Не знаю. Мне как-то с ним надо по-другому себя вести. Я уже думала, зацеплюсь за этого Владимира Владимировича. Нет, девочки. Мужчина хороший. Порядочный. Все. Меня звал в магазин корона. Там рядом магазин корона. Ну, идемте. Я вам хоть конфет куплю. Ну, идемте. А я думаю, быстрее бы мне отвязаться, да прийти домой. Идемте. Я вам конфет куплю. Хочет в парке погулять. Так хочет в парке. Ну, если он так будет идти, пройдет, пройдет. Раз, остановится. Мне надо оборачиваться. Он будет меня догонять. Потом идем. Опять идет, идет, идет. Раз, остановится. И сам себе там говорит. Это вот я сделала глупость, что я переворачивалась к нему. Надо было так. Остановился там. Говоришь, а я бы пряменько пошла. А то он остановился. Я раз. Он поравнялся со мной. Опять идем вместе. Ну, вы поняли, да? Как он вчера шел. Нет, девочки. Мужчина хороший. Мужчина хороший, но очень здоровый. Даже куртка не на 60 размер. 58 за 60. Очень здоровый дядька. Девочки, может, вы знаете. Он мне рассказывал, что сонные таблетки есть какие-то шипучие. Он говорит, я пол таблетки разламываю, полстакана воды. Она прошипит, бурбалки уходят. Тогда пьешь и через 15 минут засыпаешь. Я говорю, как название? Он говорит, я не помню. Я всегда с бутылочкой хожу в аптеку. Надо мне спросить такие таблетки. Завтра буду идти в аптеку и спрошу. Скажу, это самое. Есть у вас таблетки такие шипучие, чтобы спать? Ну, там на Чингхарской аптеке есть. Но он показал не государственную аптеку. Он показал частную аптеку. Может, та аптека с БАДами. Может, это БАДы какие. Они так шипят у стаканчика. В общем, шипучие, сонные таблетки. Он говорит, запекло, он мне не помогает. Вот. И мне, говорит, дочка посоветовала вот эти шипучие таблетки от сна. 15 минут, и ты, говорит, вырубаешься. На всю ночь. Что там за шипучие такие таблетки? Все, девочки, 27 минут. Кто меня будет слушать? Боже мой. Спасибо вам большое за внимание. Я сегодня не хотела делать ролик. Но раз, коль такое с Витьком вышло, это брехня. Так что я, девочки, вам рассказала. Больше же мне некому рассказать. Подруги же у меня нет. Друга тоже нет. Все, давайте, пока. Девочки, зарядки мало на телефоне. Грузится вам ролик третий и четвертый. Приду, вам выложу. Я иду на стрелку. Иду на стрелку. Вышла на остановку раньше. Он сказал, я буду ждать на остановке. Владимир Владимирович сказал, я буду ждать на остановке троллейбусного парка. А я все равно вышла на Чингарск и иду пешочком. Кто со мной, тот герой. Иду пешочком, пройду с пешочком. А что я должна сразу с остановки выйти? Он говорит, я буду стоять на остановке. А что я сразу должна выйти и что? И нос в нос? Я должна подойти сбоку как-то, бочком. Девочки, мало зарядки. Я не знаю, сняла бы я вам его. А может и сниму, чтобы не тратить зарядку. Все, отключаюсь. Продолжение следует...